итак друзья продолжаем наш материал о сервисе перед нами Андрей Гаврилюк это директор компании ITS киевского сервиса и сегодня мы поговорим о акустике если прошлый выпуск был у нас про наушники то сегодня это акустика и так Андрей снова здравствуйте здравствуйте хочу вас спросить по поводу от в общем возьмем соединим акустику и беспроводные колонки потому что чаще всего собственно покупают беспроводные какие-то вещи какие самые частые проблемы с ними с которыми вы сталкиваетесь сервисе ну я бы назвал основную из проблем связанную с выходом из строя динамиков виду того что эта техника используется потребителями на максимальном ресурсе максимальной громкости в основном наверное используют ее опять же не по назначению не дома это на улице мы разные варианты видели плода того что ее приматают там к велосипеду или мотоциклу вот ну здесь естественно можно было бы говорить о неправильном использовании но опять же это сложно проверить сложно доказать вопрос в другом нужно чтобы потребитель он понимал что использование любого изделия значит на грани и на максимальных параметрах она приводит к тому что ресурс изделия сокращается и работать она естественно недостатки могут возникать более чаще чем работа в нормальных условиях то есть вот если джейбель выпускает новый чардж да и говорят что можно его и топить и в грязи и все это то ну можно ну не так часто да как вот хотелось бы я бы хотел бы наверное отметить или разделить вопрос так есть реклама и есть заявленные производителем характеристики то есть то что поддерживается это что производитель заложил в технику есть реально используем и есть правила использования вот необходимо скомпоновать одно и второе ну это в принципе задача больше уже пользователя его задача в принципе ознакомиться как работает устройство и узнать продавца либо в техническом сервисном центре значит особенности работы изделия здесь если говорить о защите пыли влагозащите изделий здесь бы хотелось отметить вот что то есть ну мы как технический сервис рекомендуем не использовать изделия во-первых постоянно данную она и подразумевает под собой эти стандарты пыли влагозащиты не постоянно использования во вторых не делать это намеренно то есть если нет не нет необходимости значит чтобы изделие было влажной среде либо требовалось погружение воду не делать это специально лишний раз это может создать проблему опять же с которой потом придется обратиться в сервисный центр какого рода может быть проблема просто незакрытые заглушки условно чем просто забыл хотя производитель когда закладывает значит использование изделия в каких-то в средах там да например если это мы говорим про воду он подразумевает под собой что устройство герметично вот такие вещи просто какая-то забыть что может при частом используем может привести к тому что устройство выйдет из строя и тут не вина производителя поэтому ну как наша рекомендация основное назначение устройства другое не плавать естественно забивать гвозди до забивать гвозди выдавать качественный звук вот правильно работать четко и безотказно это да а вот опять же если с наушниками у нас была аналогия проводные беспроводные то как сильно разнятся проблемы и обращения в сервис вот с проводными и беспроводными ну и сразу народ давайте затронем тему что лучше не делать проводными и что лучше не делать беспроводными флангами значит по поводу вообще количеств наверное обращений массовые не массовые обращения нам сложно судить мы организация которая занимается техническим сервисом и обслуживаем технику и к нам приходят люди которые обращаются именно за этим вот мы не видим общего количества людей которые приобрели продукт и естественно если мы говорим о том что может возрастать какое-то количество техники поступающие в сервис либо уменьшаться это вполне возможно и есть зависимость от продаж это колес какие количество продаж мы не знаем и не знаем соответственно процент это не информация которая то есть эта информация которая не попадает сервисный центр точнее так эта информация производителя наверно продавца не сервисного центра не но все же есть какие-то рекомендации по нашел возьмем рекомендации по беспроводными проводным колонкам вот вы сказали что там если она будет защищенная то лучше конечно ее там каждый день в ванной не купаться с ней да или там в туалет ее не погружать я бы хотел сказать что использование колонки на максимальной громкости при низких частотах то есть вот пользователи которые по крайней мере те которые к нам обращаются чаще это замечено то есть они пользуются на максимальной громкости низкочастотная музыка вот просто ресурс динамика быстро выходит и соответственно он требует поняли не слушайте своего скрипта не то то есть уменьшите громкость немножко хотя бы то есть не используйте все максимальный на максимальных параметрах тут сродни можно наверно привести это к автомобилю автомобиле строение то же самое сена автомобиль использовать постоянно на максимальных характеристиках и вот он достаточно быстро будет требовать необходимого технического обслуживания ресурсы вот и плюс так вплоть до того что выход из строя капитальный ремонт и все андрей вот тогда следующий вопрос какие самые глупые примут какие-то обращения ваш сервис были с колонками буквально там извините я вот она беспроводная в туалет она не работает или что-то такое были какие-то случаи помимо нашего того видео скос который мы их разрушали что-то подобное только реально не на камеру это было сделано человек в глупо сделал и хочет еще сервис ну обычно человек который обращается и значит с какой-то проблемой а в конечном счете мы при диагностике изделия обнаруживаем что там нарушение условий эксплуатации присутствует естественно если это гарантийный вопрос и человек хочет бесплатный сервис обычно человек не знает о том что что-то произошло и точнее ли забывает но он уверен что у него гарантийное устройство и он все делал правильно так обычно происходит только после выяснений уже в личном разговоре как он там производились ли какие-то действия вот такие такие которые могли повлечь вот такие такие последствия с самим изделием выясняется что до было до делал да и не раз где-то ну бывает разное то есть вот например как мы говорили про дефекты которые могут возникать в изделии они одинаковые причина совершенно разная это вот в акустике которые с которой можно плавать да она герметична и в этом ее смысл собственно и одна из причин почему она замечательный такой звук издает мощный вот потому что она герметична и вот уже из этого пошло одно из условий ее применения можно что использовать ее с водой вот это просто как условно бонус получился это акустика она в случае если у нее это герметичность нарушается она может разными путями произойти сюда может просто условно пострадать динамик или порваться там да все у нас получается воздух доступ воздуха либо это пассивные излучатели которые тоже стоят обычно по бокам там тоже кто-то как-то механически повредил либо в конечном счете в это повреждение самого корпуса изделия просто механическая механический разлом трещина какая-то и из-за этого происходит искажение просто ну как правильно тут выразить как происходит звук уже не таким образом это совершенно ну не не приятно то значит это хрипение ну да но это же как бы ну чуть чуть не по вопросу у меня был вопрос вот реально скажите случай какой-то случай на это надо по время то надо подумать сразу так быстро голову нет не придет итак андрей теперь вопрос поводу гарантии есть у вас что добавить в отличие от материала по наушникам или тут как бы все то же самое есть нюансы хотел бы отметить что есть основные проблемы при обращении по гарантии мы сталкиваемся часто с тем что торговые сети продавая товар не заполняет гарантийный талон и либо могут его вообще не давать и здесь получается проблема когда у пользователя возникает какой-то недостаток с изделием он обращается по телефонам которые у него остались продавца и спрашивает что ему делать продавец в некоторых из случаев сообщает клиенту что просто ему необходимо обратиться в сервисный центр называя адрес сервисного центра естественно когда клиент обращается сервисный центр по гарантии и у него нет гарантийного талона ему сервисный центр обязан отказать гарантийном обслуживании это создает определенное недопонимание и трудностей для пользователя потому что ему приходится несколько раз ездить тратить свое время тратить свои нервы энергию вот этого можно было бы сразу избежать поэтому как я говорил ранее про ответственность когда приобретается продукт она и у продавца и у пользователя необходимо требовать заполнения гарантийного талона обязательно требовать сразу же при покупке товара информацию о сервисных центрах какой сервисный центр занимается обслуживание если это гарантия магазина значит узнать об этом и знать что в случае необходимости обращения по гарантии обращаться например магазин вот если это официальный сервисный центр и об этом говорится устно потребовать гарантийный талон обязательно где будет указан этот сервисный центр потому что сервисный центр это не магазин и это отдельная структура которая обслуживает по гарантии технику разную совершенно и под каждую технику идет свой гарантийный талон для сервисного центра гарантийный талон для магазина это может быть даже и чек чек для товарный чек для сервисного центра по гарантии не подходит только гарантийный талон тоже одна из частых проблем приходя пользователь думает что по чеку он может обслужить не может обслужить по чеку только по гарантийному талон понял гарантийный талон на нем что должно быть обязательна печать дата покупки да модель пин код серийный номер значит основные требования общие для обращения сервисный центр требует наличие гарантийного талона обязательно заполнены все те поля которые есть гарантийном Это и марка, и модель, и серийный номер, и дата продажи, и, естественно, указание продавца с печатью, с подписью продавца, который продает этот товар. По поводу, что еще необходимо сдавать. Естественно, если этот товар подразумевает серийный номер, необходимо наличие упаковки этого товара, потому что на ней тоже присутствует серийный номер. Ну и, естественно, когда вы приобретаете товар, необходимо сверить серийный номер на самом изделии с серийным номером, который у вас указан в гарантийном талоне. Желательно еще и сверить его с упаковкой. Проверить, все ли везде одинаково. Почему? Потому что тоже мы сталкивались с такой ситуацией. Она нечастая, но, тем не менее, она была. Когда серийный номер на упаковке, серийный номер в гарантийном талоне и серийный номер на самом изделии, они были различны. Вот. Естественно, все это была неприятность для клиента, потому что ему приходилось потом с этим всем разбираться. А возникло все это по причине того, что надо было это решать сразу на месте. Просто они все это знают, и вот эти требования, они простые, если их выполнять сразу на месте. Понял. Итак, тогда начинаем каверзные вопросы. Так как вы уже давно в сервисе и, видимо, видели уже миллион колонок в разобранном состоянии, вот меня лично интересует, какие компании, да, производящие колонки, вот внутри вот все отлично, вот все классно сделано, нигде не схалтурено. Вот открываешь, да, поломка она из-за того, что пользователь что-то не так сделал, но в остальном, то есть, идеально, молодцы, и спаянные, и красивые, и качественные материалы стоят, и оболочка сама качественная. Вот можно выделить хотя бы пару компаний, назвать, что да, вот эти ребята, они вот делают круто. Вот у этих там наблюдаются некоторые погрешности там-то, там-то. Вот конкретики или вот все-таки конфиденциальная информация? Ну, здесь все-таки хотелось бы отметить, что нам повезло работать с известными мировыми брендами производителей техники, и это фирмы-производители, которые производят технику давным-давно. У них уже есть опыт, и, естественно, они это все делают по стандартам. Поэтому качество этой техники достаточно высокое. Сказать о том, что кто-то делает некачественную технику или сложную в сборке, в разборке технику, здесь, в принципе, как авторизованный сервисный центр, мы подчиняемся процедурам. И производитель разрабатывает эти процедуры для нас. Поэтому у нас проблем не возникает с этим. Мы работаем уже по инструкциям, которые разработал сам производитель, производя ремонты своей же техники. Выделить здесь практически невозможно, потому что сейчас такой уровень технологии и производства. И плюс я назвал, что мы не обслуживаем всю технику, мы не можем знать полностью весь ассортимент. Мы обслуживаем конкретные марки торговые. Про них можем отозваться только лестно. То есть то, с чем нам доводится сталкиваться. Где вы запартнерены, там JBL-ки всякие, все остальное. То есть это вы гарантируете, что качество высокое. Окей, а если я купил колонку в Ашане за 56 гривен, она у меня сломалась на второй день, и я прихожу к вам и говорю, почините вот за деньги. Раз, что вы скажете о такой колонке, и два, возьмете ли вы за починку такого? Здесь можно говорить о том, что наше основное направление – ремонт, обслуживание техники, под которую мы авторизованы. То есть этим мы занимаемся, потому что это отлаженные процессы, процедуры работы. Естественно, мы не откажем пользователю, если у него возникла проблема, с другим брендом. Но ввиду отсутствия поддержки, ввиду отсутствия запчастей, помочь в таких случаях, как вы описали, достаточно тяжело. Практически невозможно, кроме каких-то проблем, связанных с механикой, ну, если это там необходимо просто произвести профилактические какие-то работы. Понял. Еще вопрос тоже, только что созрел, там шильдик JBL увидел. Вот прямо реально, перейдем сейчас дорогу, да, и там вот в магазинах спокойно продаются паленые копии JBL. То есть вот… Фальсифицированная продукция. Да, да, да. То есть вот это не то, что ее завезли, да, по-серому, когда она дешевле, это просто вот копии. Я вот вижу молодежь, сейчас вот просто любители JBL непонятного вида, но шильдик JBL явно подделка. Вот работали ли вы с такой техникой? Что можете сказать, насколько у них там все внутри отличается? И, то есть, как, возможно, там по первому вот такому щелчку, по первому взгляду можно определить, это подделка, это оригинал? Ну, помимо звука, ясно, что они играют. Наверное, по-разному совершенно. В этом и отличие известных торговых марок, и почему бытует мнение, да, у людей о том, что марка за марку переплачивает. Вот как раз за их опыт, за их знания, за их производство, за их подходы, за их стандарты. Собственно, вот за это мы и выбираем. Ну и, соответственно, за качество работ, которые они выполнили, начиная от дизайна, заканчивая качеством самой продукции, исполнения. И тут бы хотелось бы отметить, что техника, которая фальсифицированная, это действительно обычно продукт, который скопирован. Скопировать продукт в качественный оригинальный практически невозможно в условиях, когда нет качественного производства. Поэтому здесь уже ответ сам по себе напрашивается, что техника, которая похожа, это именно обертка. Внутри находится совершенно не тот товар, который оригинал представляет собой. Ну и качество определить или увидеть фальсифицированный продукт, отличить сразу практически можно, я не знаю, наверное, за несколько секунд. Невооруженным глазом, то есть там пластик, да, какие-то там... Ну, техникам и сервисникам это намного проще, потому что мы постоянно работаем с этой техникой. Оно сразу, да, оно сразу просто нам видно, даже руками не нужно брать. Понял. Окей, ну, я думал еще спросить, какой колонкой пользуетесь, но, думаю, ответа не дождусь, да? И пользуетесь ли вы, кстати, вот всеми новомодными портативными колонками, или у вас дома... Давайте так, без брендов. У вас дома какой звук, да, как вы слушаете музыку, есть ли у вас там акустика, и есть ли у вас портативные колонки? Ну, здесь, опять же, я не хотел бы делать какие-то приоритеты, потому что, повторюсь, бренды, с которыми мы работаем, они достаточно качественные сами по себе. А на работе, так как мы, в принципе, тратим большое количество жизненного времени, будучи на работе, вот, приходится очень часто сталкиваться с этой техникой, работать с ней, проверять ее, вмешиваться в какие-то процессы проверки, диагностики и все остальное. Поэтому, ну, иногда просто хочется помолчать, просто хочется прийти отдохнуть. То есть основной весь вот этот музыкальный, музыкальную нагрузку или контент получаешь на работе, работая с этой же техникой, с которой мы ее обслуживаем. Уже другую никакую, в принципе, не хочется, не жевается, нет возможностей просто. Вот, а если вспомнить одну какую-то самую, не знаю, любую модель колонок, вот у меня сразу в голове, почему тут эти Harman, которые прозрачный купол такой, вот они мне понравились с дизайнером, да, да, и классно играют. Вот есть у вас... Саундстик есть, по-моему, саундстик еще есть. Да, вот такие с палочками. Вот есть у вас такая какая-то модель, вот просто, там, я не знаю, не за счет рекламы какой-то, просто сказать, да, вот эти колонки мне запомнились, тем-то, тем-то. Я бы тут, просто это больше, мы сейчас вводим в сторону разговор на потребительскую электронику, больше это к теме продаж относится. Я бы сказал, что есть разграничения, это так, кому интересно, если брать Harman Group технику, значит, JBL это больше повседневная техника и техника на все возрасты, на все вкусы. Ну да, на смартфе. Широкую, да, широкую линейку производит. Harman Kardon техника больше с профессиональным уклоном. Эта техника хай-фай, серьезная, думчивая, ну, и там видно и дизайн, и строгость, как бы, в этой всей технике. Ну да, это с виду видно. Да, это другое направление, опять же, Harman Group. Ну, это вот такое разделение наше и отношение, в принципе, наше к такой технике. Окей, ну, одну модель не вспомним. Я не хотел бы просто называть или там продвигать какую-то из... Так, а не продвигать, ну, давайте о тех моделях, которых уже нет. То есть, вот, буквально, вот эти ауры, они, по-моему, не, еще продаются, но не знаю, производятся ли или нет. То есть, вот у меня, я тоже могу вспомнить, микролаб, FC-550, у меня были такие, вот они. Я любитель стационарной техники, я не любитель портативной техники. И, в принципе, портативная техника в плане вот акустики, да, Bluetooth, она пошла недавно. То есть, ну, относительно недавно, не так прям вот там... Ну, сначала 2000 дебиль уже были вот эти. Ну, как-то не доводилось, в принципе, и к нам особо не обращались. То есть, сервис, такая структура, она работает с послевкусием. То есть, мы не видим продукции, которая продается сейчас и здесь, из которой все кричат, какая бомба, класс. Мы работаем позже, когда с ней к нам обращаются. Поэтому обращаются, это тоже большой вопрос, сколько, опять же, продано. Ну, то есть, все взаимосвязано. А ввиду того, что я работаю со стационарной, то есть, больше люблю стационарную технику, уже есть ряд своих ограничений. Это связано с возможностью прослушать, это связано с семьей, детьми, возможностью где-то найти уголок. Это все сделать ты не можешь просто уже в какой-то момент, и ты прекращаешь, собственно, там, развивать эту тему у себя где-то. Поэтому это остается работой. То, что я сказал, и на работе мы действительно работаем с этим всем. И мы проверяем, и выслушиваем, и зачастую, конечно, мы больше работаем с высшей инструкцией, которую дает производитель. Да, так приходится. Не все инструкции покрывают, и приходится какие-то вещи дорабатывать, и использовать свой опыт и практику для того, чтобы решать какие-то вопросы. Хорошо. Лично от меня вопрос, Андрей. Какую музыку слушаете? Вот из последнего хотя бы там. Я понимаю, что каждое там 15 лет она меняется. Что сейчас слушаете? Жизнь неразрывно связана. Люблю ее. Это раз. Второе. Жанры музыки разнообразные. Я люблю как и джаз, так и рок, так и поп. Много разной музыки, потому что жизнь моя связана изначально с самого, наверное, детства. Связана с студией звукозаписи. Мне доводилось с ней работать. Ух ты. Да. С самого маленького возраста. А кем? Ну, поначалу я был, работал оператором компьютера, поэтому когда-то это было давно, и это были 90-е годы. Вы же в этом могли? Это было очень интересно, это было очень познавательно, когда к музыкальному материалу не было такого доступа, как сейчас. Это были студии звукозаписи, в которых можно было получить это все, и увидеть, и пощупать, и потрогать. Ну, там, там сводили музыку, пробовали звукорежиссеры. Нет, нет, это не та студия звукозаписи, не в том понимании, которая занимается записью. Это были студии звукозаписи, которые записывали в то время, это были кассеты, это были компакт-диски, с которых это все на бобины переписывали. Вот, поэтому был, собственно, доступ к телу, был доступ к источникам звука высокого качества на то время. Понял, понял. Ну, вот группу хотя бы какую-то одну назовите. Что вы сегодня слушали в машине, вот когда ехали сюда? Сегодня, сегодня, сегодня. Сегодня была украинская группа Пани Валькова, например. Да. Для меня это было открытие интересной девушки, вот, интересное очень исполнение, но, к сожалению, как оказалось, они уже не существуют, как коллектив. В этом году, по-моему. А в каком жанре они? Ну, у них интересно, у них инди смешанные, это разные инструменты совершенно, такие разнообразные. Класс, послушаем. Да, и разный язык, и они достаточно серьезные там туры, у них европейские были, они ездили, выступали, и они, по-моему, у них отбор был на Евровидение, как оказалось. То есть интересный, интересный коллектив. А так, по стандарту это может быть совершенно разное. Это может и Дюк Эллинтон быть, и может быть Майлз Дэвис, и может быть и Скорпионс в то же время. Это может быть и Рексет, и Аха. Жанры разные. Но это не просто поверхностно, это перебежка с одного в другое. Это альбомы, отдельные альбомы, которые нравятся. Ну, это вот школьная тема. Это меня как папа приучил, так я взял все Пинк Флойды, вот так и альбомами прошелся. Вообще какое-то вот, какое-то большее вот направление нравится, и у меня поиск постоянный в этом, это симфоджаз. Это вот тоже я постоянно ищу и открываю новые, старые новые группы, которые в этом направлении работали, работают. Для меня это интересно. Спасибо большое за этот разговор и полезную информацию. Друзья, надеюсь, этот выпуск был полезен для вас, он по-любому был полезен. Пишите в комментах, что вы вообще думаете об этом, и возможно, тогда мы встретимся уже в третьем выпуске, в котором поговорим о... а там и решим. Спасибо за просмотр. Спасибо, всего доброго.